Здравствуйте! С вами детский психиатр Ткаченко Ольга Петровна. Хочу поблагодарить вас за те письма, которые приходят на электронную почту. Большинство вопросов связано с инклюзивно-ресурсными центрами, поэтому я сегодня о них и расскажу. Инклюзивно-ресурсные центры – это структуры, которые были созданы в 2018 году после реорганизации ПМПК. Эти структуры наделены большими полномочиями. Специалисты центров предоставляют детям коррекционные, реабилитационные услуги, помогают деткам, которые учатся на инклюзивной форме обучения, составляют индивидуальные программы развития, проводят психолого-педагогическое сопровождение этих деток. Для того чтобы обратиться в инклюзивно-ресурсный центр и воспользоваться его услугами, никаких направлений не нужно. Родителям достаточно прийти в это учреждение, предоставить копии необходимых документов, чаще всего это документы, удостоверяющие личность родителя и ребенка, и записаться на прием-центр. Можно записаться через онлайн-обращение. После общения со специалистами согласовывается время и дата проведения комплексного обследования ребенка. Инклюзивно-ресурсный центр проводит комплексную оценку не позднее одного месяца со времени подачи документов. Мало кто знает из родителей, что инклюзивно-ресурсные центры могут проводить комплексную оценку по месту учебы, это делается по согласованию с руководством школы, или же по месту жительства ребенка, по согласованию с родителями. Участие родителей или законных представителей при проведении комплексной оценки является обязательным. Поэтому, если говорят, что родители должны выйти, это неправильно. Родители должны присутствовать, когда ребенка обследуют. Оценка проводится по следующим направлениям. Оценивается речевое развитие, когнитивная сфера, эмоционально-волевая сфера. Обязательно оценивается физическое развитие ребенка. Комплексная оценка с подготовкой соответствующего заключения должна быть готова в течение 10 рабочих дней. Если у ребенка есть проблемы, составляется индивидуальная программа развития с предоставлением ребенку психолого-педагогических и коррекционно развивающих услуг. Бывают такие случаи, что родители категорически не согласны с заключением, которое вынесли для их ребенка. Специалисты инклюзивно-ресурсного центра. В таком случае родители могут обратиться в соответствующие структурные подразделения по вопросам деятельности инклюзивно-ресурсных центров органов управления образования для проведения повторной комплексной оценки. И в течение 10 рабочих дней с даты обращения родителей организовывается проведение повторной комплексной оценки. Пусть вас не пугает, если вашему ребенку рекомендуют ассистента-учителя. Кто это такой? Чем он занимается? Прежде всего, ассистент – это проводник ученика с особенностями развития. Он составляет учебный процесс для ученика, помогает учителю приспособиться к потребностям ученика, не снижая при этом качество образования всего класса. Ассистент предоставляет ребенку с особыми потребностями материал в том объеме, на том уровне, который ему понятен. Ребенок при этом находится в классе, слушает учеников, ответы, вопросы учителя и выполняет столько задач, сколько ему по силам. Ассистент учителя создает условия для успешного общения ребенка, у которого есть проблемы со сверстниками, со взрослыми. Это положительные стороны, но есть и отрицательные. А именно, ассистент – это тоже человек, который может заболеть, ему тоже нужно ехать на курсы. И в таком случае руководство школы должно предоставить ему замену. Но, как показывает практика, часто этого не случается. Так что нужно быть готовым ко всему. Если ничего не делать, а постоянно бояться, бояться ассистентов учителя, бояться самих учителей, врачей, то результата не будет. Если вы хотите, чтобы были положительные изменения у ребенка, нужно по максимуму приложить усилий для того, чтобы ребенок развивался, ему нравилось ходить в школу, у него получалось. И, если будет прогресс, необходимость в ассистенте учителя отпадет сама собой. Я вам желаю успехов вам и вашим детям. Будьте здоровы! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok